Всем привет. Продолжаем прохождение Rising Lords. Здесь у нас битва с бандитами. Расставляем сейчас наши войска. Командира поставлю. Ого, как много тут людей. Обалдеть. Поставлю намечника командира. Обалдеть. А как я столько смогу победить? Как-то кажется очень много. У меня вообще есть шансы, интересно. Надо выстраивать как-то оборону. В наступление идти, наверное, нет смысла никакого. Так, посмотрим, что можно тут сделать. Попробовать подойти поближе. Сюда. Так, копейщика. Вот сюда, наверное. Вперед. Копейщика тоже вперед. Мечник. Мечник атаковать не может. Подойду сюда пока. Так, минус 4. Понятно. Ого. Неплохо так они влетели. Командир их не подошел. Буду пробовать атаковать. 5, 9, 4, 8. Фокусирую удары по одной цели. Здесь получается, может ответить 1, 2, да? Убью ихнего командира. У меня шансов особо нет. Буду пробовать. Буду пробовать. Как-то его пробивать. Блин, его прикрыли. Это плохо. 1, 3. Могу нанести урона. Минус 1. Мечник у меня. 1, минус 1. Деремся дальше. Наносим урон. Противникам. 1, 2. Может ответить 0, 1. Так. А, это их мечники получаются. Вот эти с топорами. Это типа их мечники. Ладно, попробую нанести урон. Минус 1 всего лишь. Ладно. Так, могу добить. Попробовать. Могу с этим подраться. Наверное, с этим буду драться. Наносить ему урон. Мечники. Пробиваемся. Командиру вражескому. Так. Копейщики. Получают много урона. Я тут выстроился в линию. Чтобы противники не все разом били. Так, он. Немножечко отошел. От построения своего. Тут продолжаю держать строй. Потихонечку. Наносить урон. По возможности. Сюда я пробую пробиться. Правда, меня трое будут бить. Это мне, конечно же, не выгодно. Ну ладно. Минус 4. Эх, надо было снизу. Ай, я бы уже добил его. Ошибка. С моей стороны. Пробиваю здесь. Крестьян. Если арбалетчики вражески и лучники стрелять не будут по мечнику моему, то у меня есть шансы победить. Небольшие шансы, но есть. Вот сейчас могу к стрелкам вражеским пробиться. Так, минус командир вражеский. Это хорошо. Могу до мечников дорваться, до лучников дорваться сразу же. Убиваю их. Хорошо. Ваншот. Так, минус 1. Отлично. Ну, шансы резко у меня увеличиваются на победу. Так, у них уже мораль проседает. 3-5. Минус арбалетчики вражеские. Может ответить 1-3. Пока не буду. 0-1. Давай. Так, они бегут. Все, победа. Фух. Окей, ладно. Допустим. Новый дом. Разбойники уходят, а Танкред и его люди в изнемождении сидят среди руин. Они оглядываются по сторонам. От поселения мало что осталось. Ветер свистит в стенах. В воздухе пахнет солью и морскими водорослями. Танкред вглядывается в лица своих спутников. Они изнемождены. Ему нужно восстановить их силы, как и... Аттилу. Вот это было, конечно, нечто. Это было что-то с чем-то. Это бегство. Было не из легких. Надеюсь, мы пришли к какой-то точке назначения. Дни в отхиле долгие и тяжелые. Здесь на севере мало что растет, ибо почва тверда и камениста. Сильный ветер с востока заставляет дождь сильно бить по кривым жилищам. Они пытаются возвести импровизированную каменную стену, чтобы хоть как-то защититься от диких зверей. Как вдруг сраженник поднимает тревогу. На горизонте появилась группа вооруженных людей, и они не выглядят мирными. Рейдеры с... Найнаса, шепчет Хэдди. Должно быть, они замышляют что-то недоброе. Танкред оборачивается. Вооружайтесь, говорит он остальным. Берите оружие. Группа вооруженных до зубов людей останавливается перед валом. Предводитель выходит вперед. Мы пришли сюда, чтобы отдохнуть в нашем лагере. И раз это наш лагерь, что вы здесь делаете и где наши люди? Танкред отвечает, что это наш лагерь. Ваши люди бежали после того, как мы разгромили их в битве. Разбойник мрачно улыбается. Значит, они заслужили свою участь. Тем не менее, это земля морского короля Элдинга Лиссариона. Если вы хотите остаться, вы должны заплатить 200 золотых. И вы можете остаться, а дело будет забыто. Если же нет, то мы вытащим вас из вашего жалкого жилища и посадим на наши корабли в качестве рабов-крепцов. Хорошо, я соглашаюсь. Любой раненый в наших рядах ослабит нас, думает Танкред. Вот ваше золото. Нехотя, говорит он. Разбойник смеется, когда ловит мешок с золотом. Очень хорошо. В знак нашей будущей дружбы я оставлю тебе несколько мешков пшеницы. В этих краях она стоит больше, чем золото. До скорой встречи, рыцарь. Он злобно смеется и подзывает одного из своих людей, чтобы тот бросил несколько мешков. Налетчики снова уходят. Они вернутся, говорит Танкред. Экберт кивает. Да, нам нужны союзники. Граф из севера могут нам помочь. Сэр Моркур показывает карту, которую он нарисовал углем на куске дерева. Смотрите сюда, указывает он на несколько точек. Здесь на севере находятся три лорда. Граф Хорвард на западе, графиня Дауда на востоке и барон Хорунд, наш сосед. Танкред указывает на карту. Тогда нам следует сначала разыскать графа Хорунда. Мы должны его отблагодарить. Плюс 300 пшеницы, неплохо. О, наконец-таки у нас есть хоть какое-то поселение. Хорошо, отлично. Надо сразу же сохраниться. Сохранять игру можно после завершения первого хода. Окей. Так, тут что у меня есть? 100 овец. Овцы мне не нужны. Я сразу же... А, или нужны, погодите-ка. Блин, чтобы делать легкую броню, возможно, мне понадобятся овцы. Так как я не вижу здесь никаких шахт. Угу. Ладно, пока оставлю овец. Батскую деревню можно улучшить до порта. Рыбку добывает. Пока у нас зерно есть, надо поле расчищать. Весна, лето. К зиме, надеюсь, успею расчистить поле. Хотя, может, и не успею. Новые союзы. Танкер должен объединить лордов севера под своим знаменем, чтобы достичь своих целей. Он не может противостоять гатиканцам в одиночку. Он должен посетить и поговорить с Леди Даудой, лордом Хорватом и лордом Парундом до начала 13-го хода. До начала 13-го хода, значит, мне надо выдвигаться. Куда отправиться с самого начала? Сюда мне нужно. Потом мне нужно сюда. А этот где? А, вот аж где, ничего себе. Сначала сюда, наверное, пойду. А потом пойду в правую часть. Сюда. Четверть десятины. Половинный рацион. Можно, наверное, полный. Нормальный рацион сделать. Овечек. Пока кушать не будем, но на будущее, скорее всего, придется. Поляну расчищаем здесь. Они путешествуют в направлении Ульвадара. Воспоминания о побеге снова нахлынули на Танкреда. Но он быстро отмахнулся от них. Чтобы добраться до лорда Хорвата, им, скорее всего, придется сразиться с кланами на юге. Однако новые земли позволят лучше спланировать дальнейшие действия. Хорошо. Могу сохраниться. Все, отлично. Два, два, два. Тин-один. Так. Надо сейчас подумать над тем вообще, как развивать город. Ну, здесь овцы, поляна. Все-таки пойду, посмотрю, что у нас будет здесь где-то. Может, получится вот это поселение захватить. Попробую пройти вниз. Ну, пока все. Здесь пропускаю ход. Строить, наверное, ничего особо не смогу. Здесь делать апгрейд. Не думаю, что есть смысл. Хотя я могу себе позволить этот апгрейд. Но пока не вижу в этом смысла. Пропускаю ход. Очень надеюсь, что получится захватить еще одно поселение. Так, население возросло. Хорошо. Здесь у нас битва. Посмотрим на вражескую армию. На количество бойцов. Так. Хотя крестьян, наверное, стоило оставить. Возможно. Поселение. Поселение. Так. Десять лучников. Это... Так. Ну, вроде армия небольшая. На копейщиков поставлю командира. Эти 70 крестьян, конечно, вызывают беспокойство небольшое. Но так, в целом, ничего такого опасного я не вижу. Так. Ну, вот здесь по копейщикам попробовать стрельнуть. Щитов у них не было. Хорошо. Три-пять всего лишь. Получникам могу ударить. Так. Крестьяне очень слабые. Возможно, стоило их даже оставить в поселении. Ну, ладно. Раз уж пошел, пускай так будет. Я не хочу, чтобы вот эти крестьяне следующим ходом моих крестьян били. Я могу пропустить ход. Так, они просто подошли. Отлично. Сейчас тогда бью по крестьянам. Правда, копейщиков потеряю. Карты у меня нет. Надо было, наверное, прокачать командира. Ладно. Минус один копейщик. Здесь могу с лучниками разобраться. Но здесь лучше проатакую. Без ответа. Так. Влетаю в копейщиков. Ага, первый удар. Минус копейщики вражеские. Лучники постреляют по вражеским лучникам. Минус пять. Хорошо. Здесь влетаем крестьян вражеских. О, блин. Они в ответку проатаковали. Так, неплохо. Ну, их становится все меньше и меньше. Они в окружении. Знаю. Шансы их, конечно, тают. Тает на глазах. Минус один. Минус пять. Захватываем. Не знаю, лучше захватить или уничтожить всех. Трудно сказать. Есть ли в этом и всем разница. Деревня Танкред находит тайник с оружием и материалами. Десять копье. Десять легкая броня. Сто дерева. Хорошо. И мы захватываем поселение. Здесь 182. Здесь 388. Все, я делаю коров. Тогда здесь я делаю что у нас тут получается. Поля будут готовы. Здесь коровы пускай побыстрее растут. Овцы здесь. Можно овец, кстати, сюда перекинуть. Посевы. Сейчас я сажать ничего не буду. А вот на следующем ходу уже надо будет. Попробую перекинуть овец. Так. 182. 208. Ого. Дорого. Дорого, конечно. Но я попробую чтобы овцы не погибли. Сюда их перенести. Здесь надо будет конечно в будущем ставить крестьян обязательно. И мы наверное сейчас отправимся сюда. Олгорат. Нанять кого-нибудь смогу дополнительно. Мне бы хотелось копейщиков нанять еще. Ну вот буквально как раз потратить опыт генерала. Ох 2700 опыта практически. Да надо было способности прокачивать. Я без способностей в бой пошел. Здесь вот приманка мне понравилась. Ловушка в целом неплохая. Надо будет к ловушке подойти. колья только к отрядам дальнего боя относится. Бьет случайного врага в любой точке карты. Обязательно два щита. Обязательно два первых удара. Далее. Марш-бросок возможно. Два к ответам. Один добавлен. Вот этот момент. И один наверное все-таки марш-бросок. Далее. Мне должно хватить на ловушке. Попробую сыграть через ловушки. через приманку. Это не знаю как работает. Залп. Так. Ну у меня еще куча опыта имеется. Наверное мне пригодится использование стен. Возможно. Я не знаю. Наверное пока сильно уж много всего вкачивать не буду. Вот этот вот щит возьму. И наверное огонь вслепую один возьму. И оставлю пока опыт. довольно таки прокаченный у меня генерал. Это хорошо. Крестьян я здесь нанимать не буду. Пускай будут те что есть. Сохраняю армию. И передвигаюсь вот сюда в левую часть. Наверное я лучше сохранюсь. мало ли что меня там ждет я пока не знаю по идеям значит минус 208 нормальный рацион четверть десятины плюс 4 настроения пускай ладно здесь очень настроение плохое надо поскорее вот так вот чтобы за один ход нормализовалось настроение нужно чтобы было больше 20 счастья по идее вроде здесь нормально перемещаемся в левую часть посмотрим что там будет теперь я все таки здесь сделаю прокачку хлев построю я думаю что с камнем у меня будут большие проблемы у меня пока негде добывать камень здесь у нас железный рудник но я не знаю это поселение вообще мне достанется или нет о два поселенца это хорошо тут еще поля есть граф хорват на границе их встречает конный эскорт который везет их в булреган каменный замок хорвата возвышается над скалами танкрат удивлен в то время как другие земли севера кажутся обезлюдившими здесь все наоборот небольшая гавань похоже переполнена кораблями и лодками всех видов танкрат видит заметное количество ино неназианцев занятых торговлей с местными жителями вооруженные люди расположились лагерем вокруг крепости снисходительно поглядывая на танкрата и его небольшую свиту все утро их ждут не предлагая ни еды ни питья наконец граф хорват принимает их в своем зале танкрат вспоминает что видел его в пантефре тебе здесь не рады танкгеймер собрание в пантефре было позором для нашего королевства нам не нужен король особенно здесь на севере а теперь у нас на спине еще и гатиканцы я смог спасти своих только с большим трудом инквизиторы поверили мне когда я сказал что меня заставили последовать за вашим братом это конечно стоило мне изрядной доли золота он улыбается но ваш брат хорошо заплатил мне во время своего последнего визита надменный дурак ты предатель хорват мне нужна ваша помощь я не буду на него быковать совет назначил рикарда фельдмаршалом как член совета ты обязан следовать за ним гневно восклицает танкрат хорват громко смеется мы даже не знаем жив ли рикард нет у дома тангейм больше нет даже своего замка не говоря уже о какой-либо поддержке в королевстве теперь каждый сам за себя тангеймер поверьте принц галвин здесь не только для того чтобы уничтожить культ он хочет получить эту проклятую корону и править обелином честно говоря мне все равно что он делает за горами но север мой и у меня есть поддержка для этого он мрачно улыбается и указывает на вооруженных неносцев в зале я отпущу вас сегодня в знак своей доброй воли несмотря на ваши оскорбления однако если вы хотите выжить здесь на севере вам следует помнить о необходимости регулярно платить дань теперь я правлю этими берегами вы можете идти танкрыт и его друзья поспешно уходят граф хорват похоже не желает им помогать эдди возмущен это жаба хорват продал север он позволяет неносцам грабить все что им вздумается чтобы набрать их в свою армию слухи о голодных волках где покажите мне уков так это пока только слухи но конечно же не очень приятно что волки могут появиться здесь здесь пока я на посев оставлю троих мне нужна еда с едой это проблемы большие с едой огромные проблемы я только сейчас это понял у меня всего 500 еды а минус 400 идет заход минус 289 минус 270 все печально так мне нужно идти правую сторону ну пойду в правую сторону сюда наверное а я могу попробовать вот сюда заглянуть нейтральный город да попробую тогда вот сюда этот город вроде бы продержится какое-то время надо бы да у меня золота нет что подправить еду половинная десятина нормальный рацион так ну вот здесь у меня большие проблемы с едой придется мне наверное не сажать посевы а двое только да могут быть а вот так минус 22 всего лишь ну придется наверное как-то так сделать минус 142 до но минус 142 я вроде потянул блин большие проблемы с едой надо будет думать конечно же здесь проблемы тоже с едой будущем будут обязательно поэтому надо посевы делать и да тут дороже золото насколько мне сказали бандиты наверняка они знают тут всякие секреты выживания хорошо торговец вот слева был ко мне пока не заходит но у меня-то и золото по сути нет как весна новых поселенцев у меня нет башня хорошую погоду из отхила видны руины башни похоже что она была разрушена давным-давно и со временем обветрилась моркур рассказывает танкреду историю руин это самая северная из четырех башен старого корня королевства абелин она была построена для защиты от пиратов граф из севера были обязаны содержать ее и поддерживать в ней свет после исчезновения королевы элиды северные кланы больше не видели смысла в ее поддержание они забыли свою клятву так же как их самих забыли остальные жители королевства моркур задумчиво смотрит на него если ты восстановишь его я уверен они вспомнят эту клятву они некоторое время смотрят на дикое море внизу а затем возвращаются к аттилу зайду в это поселение пока у меня вроде до 13 хода у меня да а что тут с башней появилась танкреду нужно 100 золотых 100 деревянных и 150 к камня чтобы отстроить башню 150 камня где мне брать камень вот здесь наверное а это серебряная шахта вот карьер добычи камня да мне нужно заглянуть обязательно в это поселение попробую заглянуть здесь можно кстати нормальный рацион было поставить сейчас весна лето и осень да вроде должен я справиться до урожая тут выдержать здесь проблемы получаются да здесь овцы есть овцы будут поедаться когда еда закончится что у нас с десятиной тут можно десятину увеличить половинная десятина здесь пока пускай так все будет плюс 3 ну наверное все ничего здесь не меняю оставлю остается все как есть будем заходить в это поселение посмотрим что здесь будет битва или может они присоединятся к нам как-то по-доброму ага еще чего-то по-доброму ладно будет бой каждый бой это дополнительные потери а сейчас восполнить потери у меня толком не получится к сожалению поэтому это довольно таки плохо что приходится драться лишний раз так устраиваемся ближе к базе к лагерю 40 лучников это уже мне не нравится холмы 24 копейщика 100 крестьян но будет больно да однозначно будет больно большие потери грядут так поднять щиты тебя первый удар давай тоже на тебя связка связывать я хотел бы вот этими крестьянами они как раз пойдут потом а клучники вражеские вот ловушка также есть у я далеко не могу их выставлять эти ловушки буду стрелять тогда по копейщикам у меня выбора особо нет минус один копейщик не густо а логичнее было щиты кинуть на вот этого парня тут-то в упор лучник вражеский не постреляет так кидаю связку и связываю 814 правда правда получаю но другого варианта у меня у меня просто нет это эти будут танковать остальные будут бить обалдеть минус 2 только какие же крестьяне слабые приманка огонь слепую сейчас мне может пригодиться но я буду лучников пока бить ребята опасные правда и крестьяне сейчас подойдут 100 крестьян неправильно я способности раскидал надо было на вот этого копейщика все кидать а тут вокруг лагеря только могу ловушки кидать жаль а тут командиру крестьян сидит понятно по кидануть могу ловушку мы если кинул а нельзя 712 получу сейчас если я его ударю надеюсь он не убьет этих крестьян я просто хочу и крестьянами этими ударить и копейщиками ударить ай блин у него несколько ответных ударов ну все очень плохо складывается если на то пошло прям крайне плохо складывается 12712 не не нахожу ничего лучше кроме как занять их лагерь пробую дамажить приманку сюда ловушку кида ну наверное вот сюда пробую их командира продамажить оба копейщики побежали класс это хорошо хожу поближе поднять щиты что я в огне стою это не страшно сейчас данный момент угон какой мощный она их больше конечно надо пробивать что делать ценой потерь пробивать их командира чтобы они допустим сдались по возможности лучники в ближнем бою довольно таки неплохо обороняются так просаживаем по возможности мораль противнику огонь по крестьянам бьем большие потери к сожалению так этих никак не могу добить все победа хорошо по морали просили противники я уж думал битва будет до последнего вот этого вот нейтрала так что у нас тут имеется снова овцы тут есть у нас торговец ну этот город довольно таки приятный плане ресурсов объем добычи серебра в идеале мне нужно сконцентрироваться на на еде первоначально но мне также нужен камень чтобы выполнить вот этот квест 150 камня это за пять ходов я смогу собрать интересно что дает золото ой золото серебро а ухты неплохо неплохой баф к золоту с серебряной шахты могу попробовать прикупить возможно немного камня хотя он дорогой этот камень я бы наверное железо прикупил на будущее чтобы делать копия сейчас я просто не знаю что меня ждет дальше трудно сказать может быть есть смысл купить сейчас железо на будущее построить кузню и клепать копия потому что нет нет здесь железо нигде поблизости ладно армии я в любом случае пойду а тут дороги нет елки-палки армии пойду сюда тогда это по-любому могу одного копейщика нанять смысла я в этом не вижу здесь пока поедаю этих овец полностью нет десятины с конец десятины ладно здесь у меня появился один крестьянин ставлю его на коров половинный рацион не хватает еды надо коров выращивать что делать здесь овцы большом количестве здесь короче будут у меня овцы ладно допустим здесь можно будет овец убирать делать коров может быть коней делать не знаю пока вопрос сейчас именно по тому что мне нужно купить есть 50 железа может пока не стоит камень камень очень дорого там стоит я могу где-то 20 ко мне купить может 30 верно да не 30 не хватит она пропускаю ход двигаюсь по квесту сюда за пять ходов я должен накопить камень наемники появились но у меня на них нет денег а тысячу они стоят здесь еще один крестьянин на коров что такое какое-то здание какое-то еда появилась отлично здесь можно врубать тогда полный рацион вот так вот и немножко десятины будем собирать давайте десятину поменьше немного сделаем чтобы части росло побыстрее перемещаемся как можно дальше до двигаемся по квесту до 13 хода мне нужно успеть и с башней бы разобраться в идеале могу 30 купить камня и уменьшить на один ход ожидание ладно пока так а может быть есть смысл здесь с рыболовов убрать на коров допустим перекинуть 1 так ладно но дебафы разные пошли на юге танк рэд и его спутники собрались вечером за кружка медоухи настроение у них веселое впервые за долгое время танк рэд слышит смех среди своих людей этот напиток удивительно хорош одобрительно говорит йорн поднося кувшин губам мы сифару умеем варить медовуху говорит ходе лучше чем пиво на юге рекорду очень нравится медовуха наконец горит старый и он нам бы ничего не осталось нам бы ничего не осталось смеется йорн мы больше ничего не слышали да тихо спрашивает его танк рэд смотрит на мать мы должны узнать как он но мы не можем пересечь горы перевал заблокирован лавиной мрачно отвечает эгберт есть путь на восток в окрестности набу вам добавляет хэдди леди его мы с гармом продолжим поиски рундорфа а регис отправиться в мегина на поиски рекорда предлагает эгберт остальные спутники кивают на следующий день компаньоны отправляются на юг так потихонечку перемещаемся интересно по воде тут можно как-то перемещаться но я пешочком пройдусь так что тут с ресурсами весна-лето осень не особо конечно 384 50 еды из рыбалка дает ладно наверное пока так все оставлю здесь хотя можно вот сюда на пшеницу побольше они вырастили в будущем здесь у нас ого так ставлю так здесь здесь уменьшилось количество крестьян и камень перестал добываться к сожалению ну поставлю вот так тогда пускай двое хотя бы засеют еды тут вполне хватает в целом хочется квест выполнить вот этот башня может даже вот так придется сделать в будущем конечно проблемы возможно с едой но ладно посмотрим так 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 ну вроде все пока копим золото немножко на будущее чтобы быть готовым случае необходимости что-то там закупить отплытие в хагале они отправились в путь солнечным утром танкред накидывает на плечи рюкзак хорошо бы когда-нибудь у нас появились лошади как у настоящих рыцарей ворчит йорн танкред похлопает его по плечу мы приходим как нищие возвращаемся как короли йорн громко смеется похоже кто-то прилежно изучал библию оглянувшись на их маленькое поселение танкред видит свою мать стоящую в дверном проеме он поднимает руку в знак приветствия но она лишь молча смотрит вдаль затем она поворачивается и уходит в темноту хижины она всегда беспокоится о рикарде она почти не ест и не разговаривает говорит хэди она изменилась после тангейма мрачно отвечает танкред он приглашает всех уходить земля выглядит ужасно потрепанной усадьбы и деревни пустуют север уже много лет страдает от набегов замечает хэди пленники хорошо продаются особенно в лире и южнее в атри танхеме мы считали диких неносцев сказками вспоминает танкред мрачно ширятся слухи о голодных волках ой 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 голодные волки это плохо это большие проблемы так 150 да давай наверное на овец а вот волки напали здесь на меня пока не нападают Так, я сохранюсь. Идем дальше. Здесь пока ничего не меняю. Здесь, пожалуй, тоже ничего не меняю. Ну и здесь тоже. Один ход остался до выполнения квеста башни. Вперед. Замок барона Харунда невелик, но хорошо защищен. Люди с подозрением смотрят на вооруженных людей. Добро пожаловать в замок Харабур, приветствует их барон Форунд. Отдыхайте, а сегодня вечером будет пир. После этого мы сможем обсудить более важные вопросы. В зале, куда их ввели, душно, но уютно. Здесь, в северном обелине, окна держат закрытыми, так как иначе ветер вытягивал бы тепло из всего. К несчастью для Танкреда, пиршество состоит в основном из баранины. К этому нужно немного привыкнуть, считает сэр Эгберт. А вот Йорн, напротив, запихивает в себя все подряд. Что? Спрашивает Йорн. Мы неделями питались рыбой и черствым хлебом. Вкус просто фантастический. Наконец-то у кого-то появился аппетит, смеется Форунд. Он поворачивается к Танкреду. Итак, юный Танхаймер. Ты видишь нашу проблему. Они называют себя морскими королями, но они пираты, воры, рабовладельцы. Раньше мы с Сифару вместе противостояли этим опасностям, но те времена давно прошли. Итак, юный Тангеймер, каков ваш план? Покажите нам, что вы серьезно относитесь к тому, чего пытаетесь достичь, и освободите нас от этой чумы пиратов. Тогда мы поможем вам вернуть Тангейм. В знак нашей дружбы я приготовил для вас повозку с деревом и камнем. Восстановите Атиль до его былой славы. Опа, получили мы кучу всякого. Следует заключить союз с бароном Форундом. Он будет благодарен вам за ваши усилия на благо Севера. Башня, выполняем. Так, башню мы восстановили, да, получается. Дальше. Идти вот сюда нужно. А, ну все-таки я мог, наверное, сюда пройти. Должен посетить и поговорить с Леди Даудой. Ну да, вот мне вроде как осталось одну точку посетить, и все. Здесь появился житель. Чем он будет заниматься? Добывать, наверное, доски. Хотя мне бы, наверное, начать строительство кузницы, возможно. Но пока очень большие проблемы с едой. Огромные проблемы с едой, я бы сказал. Ладно, окей, оставляю все как есть. Передвигаюсь просто сюда. Просто не знаю, что делать сейчас. Поднять войска. Леди Дауда. Путь к Харабуру пролегает через Северные Равнины. И они идут навстречу неумолимому ветру. Леди Дауда встречает их холодно, как и в случае с Форундом. Танкред предлагает помочь Харабуру изгнать налетчиков в обмен на ее помощь в борьбе с культистами и отвоевании Танхейма. Леди Дауда качает головой. Нет, Набуло в безопасности. Проход на юг закрыт. Пульт не может причинить нам вреда здесь, на севере. Но его идеи могут... Но его идеи могут, возражает Танкред. Все, что нужно, это лжепроповедник. Насколько... Несколько тайных собраний. Леди Дауда остается непреклонной. Я не желаю быть втянутой в дела дома Танхейм. На вас и на всех, кто следует за вами, лежит проклятие. Вам повезло, что глупец Форунд подарил вам землю. Леди Дауда, разве вы не видите, что Абелин в большой опасности? Восклицает Хэдди. Скоро вас окружат пираты и мятежники. Графиня не унимается. Я знал о твоего отца, юный Хэдди. Он часто приезжал ко мне торговать мехами и шерстью. Надеюсь, вы не опозорите его. Нам, северянам, лучше держаться подальше от большой политики. Поверьте, наши стены толсты и крепки. Нам всегда приходилось иметь дело с неназианцами. Возможно, скоро я приму поддержку в другом деле. Возможно, вам стоит доказать, что вы готовы дать, прежде чем спрашивать, что вы можете взять, сэр Танкред. Когда они уходят, Хэдди говорит Танкреду. Леди Дауда упряма, но возможно, ее удастся переубедить. Так, поднять войска. На вершине скалы снова ярко горит пламя. Маяк восстановлен. Повелитель стад пассивная. Сэр Эгиль, новый генерал, присоединяется к Танкреду, чтобы сражаться против предателя Орвата. Так, огонь в башне горит ярко. Его красота видна всем на севере. Каждые три хода Атил получает от пастухов 36 и 30 овец в качестве дани. А, вот почему здесь везде овцы были. Из-за вот этой пассивки. Теперь понятно. Орват представляет опасность для Танкреда и его миссии. В конце концов он должен быть побежден. Танкред должен улучшить отношения с Даудой, чтобы заручиться ее поддержкой. Только тогда она рассмотрит возможность заключения союза. Так, ну я так понял, мне нужно на кого-то напасть, да? На того левого, да? Так ведь? Ну, он здесь один остался, поэтому буду двигаться в левую часть. Сейчас обязательно сохранюсь. Иду тогда назад. Здесь у меня появился один поселенец. Куда его закинуть? Вопрос. На коров? Нет, смысла нет. Наверное, я начну строительство кузни. Уже, наверное, давно пора. Так-то. Так, шесть. Давай, за три хода. А может за два. За два хода бы кузницу построить было бы классно. Здесь я бы мог за тысячу нанять наемников. Было бы круто тоже. Но, к сожалению, у меня не хватает серебра на это дело. Не подготовился я, получается. Так, ну пока все. Строю кузницу. Я вообще могу даже что-то и поулучшать. Например, вот здесь могу мельницу построить. 225-75. Могу вот здесь или вот здесь построить улучшение. Также лев 150-50. Наверное, построю. Так, ну все, пропускаю ход. Подождите-ка минутку, где Скотт погибнет. Не понял. Отхил. А, мне дали овец. Все, я увидел. Мне дали овец, и они погибнут. Ничего страшного. Так, тут сейчас посев будет происходить. Здесь достроится кузница. Ну, еды хватит вроде бы, насколько я надеюсь. Так, тут получается, один поселенец пропал. Сейчас достроим кузницу. Здесь поднакопили золотишко. И я, наверное, найму наемников. Кроме наемников у меня никого не будет здесь. Одного копейщика могу нанять. Все. Так, ладно. Идем дальше тогда. Здесь меня ждут наемники, насколько я понял. Передвигаюсь потихонечку. Дикий медведь прогнал крестьян в город. Леди Дауда отправляет гонца к Актил. Нуждается в золоте и древесине для чего-то там. Гавань и просит вас о поддержке. Гавань позволит вести совместную морскую торговлю и крепить союз. Так, ремонтируйте здание. Странник. Наступил вечер, когда в деревню ввалилась усталая фигура, а за ней изможденная лошадь. Один из стражников нетерпеливо окликает его. Странник садится, обессиленный, на скамью под деревянным навесом. Танкред видит, как тяжело дышит его грудь. Лицо грязное и покрыто коркой крови. Но это не мужчина, это Джоанна. Она смотрит на него. Танкред Рикард жив. С плеч Танкреда сваливается тяжесть. Где он? Спрашивает Танкред. Джоанна говорит. У нас не было выбора. Готики были безжалостны к сторонникам Рикарда. Дом Хейвенхант. Дом Стал. Все они были схвачены и убиты. Джоанна опускает голову на руки и плачет. Танкред обнимает ее за плечи и вводит в дом. Все собираются вокруг молодой женщины. Где сейчас Рикард? Джоанна? Сурово спрашивает Эва. Джоанна выглядит виноватой. В ловушке. Пантефре. Эва бледнеет. Как это может быть? Он ведь был с вами на корабле, не так ли? Джоанна беспомощно смотрит на Танкреда. Нас преследовали гатиканцы, когда мы потеряли вас в тумане. Мой отец предложил им Рикарда за нашу свободу. Эва бросается к Джоанне. Ты предала его, когда он любил тебя больше всего. Танкред едва сдерживает ее. Джоанна рыдает. Я умоляла его не делать этого, но безрезультатно. Мой отец променял наши жизни и земли на Рикарда. Внезапно они слышат голос Хедди. Леди Эва, умоляю вас, подождите. Хедди что-то шепчет ей на ухо. Эва выглядит потрясенной. Все уходите. Хедди, останься со мной. Принеси мне теплой воды и чистые тряпки. Несколько часов все ждут у дома, пока Хедди наконец не выходит из двери. Ей уже лучше. Танкред чувствует облегчение. Она уснула. Эва с ней. Танкред ошеломлен внезапной переменой настроения матери. Хедди хватает его и отводит в сторону. Танкред Джоанна ждет ребенка. А, она беременна, наверное. Она ждет ребенка. Вы не можете позволить себе поддержать что-то, да, Дауду в данный момент. Стоимость 250 золотых, 100 дерева. 250 золотых. Блин, я как раз наемников нанял. Ладно, я обязательно поддержу это дело все. Ну вот, да, тут, блин. Медведи как-то не вовремя пришли. Не хочу крестьян терять. Наверное, я продам шерсть сейчас. Практически всю, что у меня есть. И отремонтирую вот эту штуку. Гавань. Ремонтирую гавань. Так, здесь у нас что? Ну, давай камешек подобывай пока. Может, медведь уйдет. И здесь медведь. Дурацкие медведи. Как они не вовремя. Заходим в поселение. Нам нужно наемников забрать. Кузница построена. Ставлю на изготовление легкой брони людей. И мне нужна еще одна кузница, получается. Просто вопрос, где? Наверное, вот здесь. Могу ли я ее построить? Ну, потихоньку могу. А, нет, ресурсов нет. Раз, два. Это не очень выгодно. Буду экономить еду, наверное. Можно брони побольше делать. На будущее. Здесь крестьянин этот что может делать? Ну, попробуй давай с медведем подерись. Здесь, наверное, тоже попробую с медведем подраться. Наверное, потеряю крестьян, но попробую, по крайней мере. Все, перемещаюсь. Вроде я особо не ограничен по времени на выполнение. Гавань отремонтирована и готова принимать корабли. С вашей помощью леди Дауда смогла достроить гавань. Она отправляет вам письмо. Спасибо за помощь, танк. Похоже, ты заботишься о севере и оказался лучше, чем я ожидала. Вместе мы будем намного сильнее. Возможно, нам все-таки удастся что-то сделать с этими постоянными набегами. Давайте станем союзниками. Дань. Пиратские корабли все чаще появляются на горизонте. Несколько из них, наконец, взяли курс на побережье Атиля. На этот раз танкред готов их встретить. Его люди стоят в строю, их лица мрачны и решительны. Вождь неназианцев спрыгивает на берег. Его люди следуют за ним. Мы прибыли, чтобы собрать дань во имя Хорвата. 300 золотых и мы отправимся дальше. Он ухмыляется. В противном случае мы возьмем женщин и сильных мальчиков в качестве компенсации. Я думаю, не хочу сейчас драться с ними, терять людей, если есть возможность отплатиться золотом. Я дам золото пока. Пока. Танкред решает выиграть время. Ему больно вот так терять столь необходимое золото. Налетчики со смехом соглашаются и возвращаются на свои корабли. Уходя, они восклицают. Спасибо, мы будем рады вернуться в ближайшее время. Окей, ладно. Лорд Форунд отправляет письмо. Сэр Танкред, вы проявили большую самоотверженность, помогая леди Дауди и восстанавливая наше древнее наследие. Для меня будет честью сражаться рядом с вами. Отлично. Мне нужно сейчас... Где мои наемники? Вот мои наемники. Так, 500 крестьян мне не нужно. Арбалетчики, да? Что еще могу нанять? Мне нужны стрелки, получается. Может еще арбалетчиков попробовать? Опа. Закончились войска. Не могу. Так. Сохраняю пока что армию. Союз с леди Даудой, союз с лордом Форундом. Так, ладно. Окей. Здесь мне нужно что-то построить. Может быть... Трактир? Давайте строить трактир потихоньку. Хотя бы потихоньку. Броня делается. Так. О! С медведями справились. Молодцы. Я не знаю, насколько я правильно развиваюсь сейчас в первое прохождение. Возможно, придется переигрывать, если я столкнусь с большими трудностями. Так. Кого еще могу нанять? Ну, только крестьян получается. Попробую сюда пройти. О, откуда-то у меня много луков появилось. А я уже отошел с поселения. Барон Форунд и танкры теперь союзники. В знак дружбы в знак дружбы, он дарит вам подарок. Классно. Тогда нужно возвращаться в поселение. Нанимать лучников. И я копия сделаю. И я копия сделаю, чтобы копейщиков. А, у меня нет железа. Закончилось железо. Так, торговца нет, да? Как назло, торговца нет. Ну, могу еще луки сделать. Сделаю тогда луки. Здесь получается побольше коров. Давайте. Выращивайте. Здесь строимся потихоньку. Здесь появился новый крестьянин. Так. Еще больше золота, наверное. Пускай. Добывают. Тут возвращаюсь в поселение. Беру лучников. Делаю лучников. И пробую тогда атаковать вот этих. Насколько я понял, именно их надо атаковать. Джоанна проходит несколько... Джоанна. Проходит несколько дней и Джоанна постепенно приходит в себя. Она рассказывает Танкарду о своем побеге. Мы прибыли на восточный берег озера, но нас тут же схватили. Готики все время наблюдали за нами с берега. Я понимаю, почему мой отец отдал им Рикарда, но я никогда не смогу его простить. Так начались долгие мучительные недели, в течение которых я не получал никаких известий о состоянии Рикарда. Пока я не набралась храбрости и не отправилась на его поиски. Она трогает свои волосы и улыбается. Я переоделась в пажа, взяла деньги отца и отправилась в Пантефру. В конце концов, я нашла Рикарда в глубине подземелья замка Пантефра. Его раны были плохо перевязаны и у него был сильный жар. Потребовались все деньги отца, чтобы подкупить стражников и вызвать лекаря. Когда ему стало лучше, мы начали планировать побег, но не успели мы не успели мы привести план действия, как мое прикрытие раскрыли и мне пришлось бежать из Пантефры. К счастью, я встретила группу странствующих купцов, которые рассказали о слухах о молодом ржеволосом рыцаре на севере. Она умоляюще смотрит на Танкреда. Ты должен вытащить Рикарда оттуда. Принц Галвин заставляет его страдать. При дворе в готике Рикард всегда был выше его. Он был более быстрым наездником, лучшим бойцом и его любили. Но интриги Галвина вынудили его покинуть Констанцию. Черный Лебедь, как его там называют, амбициозен и безжалостен. А что задумал император готики? Задумчиво спрашивает Танкред у Джоаны. Он хочет получить корону Абелина. Восстание и культ лишь предлог, чтобы заручиться поддержкой соус Праймас. Абелин должен быть подарком принцу Галвину. Нанимаем тогда побольше арбалетчиков, я думаю, вот так нанять. В два наверное все-таки. Или в один отряд вот так сделать. Все. Сохраняю армию. Сейчас сохранюсь, попробую пойти в бой. Не буду ждать долго, попробую именно хотя бы посмотрю, что там нас ждет, испытания, какая армия. Вперед. Так, а я не могу никуда тут пройти. Почему? Странно. Я не могу сюда пройти. идти. Ладно, наверное, тогда оставлю эту серию. На этом все. Подумаю, куда идти. Я что-то как-то не понимаю. Мне вроде сюда нужно, или я чего-то не понимаю. На этом все. Всем спасибо за внимание. Вот такая получилась серия. Всем спасибо, всем пока. пока.